Горловке была образована новая политическая партия. Союз десантников России. 9 октября в Дворце детско-юношеского творчества прошло собрание общественной организации «Союз десантников России». На собрании были подняты два вопроса – вопрос организации и регистрации на выборы главы и парламента республики. Главой организации будет Игорь Николаевич Безлер. На собрании выступал исполняющий обязанности мэра Горловки Олег Владимирович Губанов. Он рассказал о векторе развития организации. Подробнее о самой организации и о том, как филиал появился в Горловке, рассказал полковник ВДВ в отставке Иван Никитович Сенчищев. «Добрый день, уважаемые горловчане, жители города Инакио, которые здесь присутствуют. Наше собрание, конференция, о которой мы здесь собрались, цель ее расскажу. В 2012 году в городе Горловка была создана общественная организация «Союз воинов-десантников», которую возглавляет Безлер Игорь Николаевич. Мы здесь собрали для того, чтобы Безлер Игорь Николаевич предложил свою общественную организацию, для того, чтобы она могла участвовать в выборах Верховный Совет ДНР. Для того, чтобы мы от Горловки могли, от Инакио, от Макеевки представить своих представителей. И следующая конференция, которая будет проходить, мы все эти вопросы обсудим, выдвинем самых достойных, которые могли представлять наши законные интересы в органах нашей власти. Сейчас я хочу дать слово очень уважаемому человеку. Семчищев Иван Никитич, полковник запаса, ветеран Афганской войны, почетный член Союза десантников России. Товарищи, я вам честно слово даю, что Союз десантников России – это самая могучая, самая справедливая, самая мирная, самая боевая организация у нас в стране. Эта организация имеет свои филиалы практически во всех городах России. Она заботится, проявляет заботу о всех своих членах и их семьях, которые участвовали в тех или иных конфликтах, боевых действиях и пострадавших от других каких-нибудь катаклизмов в нашей стране. Поэтому я очень рад, что вы собрались, что у вас теперь будет организация «Союз десантников России», настоящая и настоящий командир, руководитель. И вольетесь вы в нашу организацию. Поэтому, товарищи, спасибо за то, что вы организуете, избирайте председателя и, как говорится, с Богом путь. Добрый путь. Добрый путь. Всего вам самого доброго. Сегодняшняя повестка дня состоит из двух вопросов. Первое – это о проведении регистрации общественной организации в Донецкой Народной Республике. И второе – о проведении регистрации общественной организации в качестве участника избирательной кампании по выборам депутатов Народного Совета. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать. Единогласно. Сегодня мы перерегистрируем, точнее уже на этом уровне, который сегодня происходит, выборы. Мы регистрируем эту организацию уже в Горловке. И она становится уже Донецкой общественной организацией в Горловке. Не как прежде, там, в той стране. Так, поэтому я предлагаю первый вопрос, тоже поднять на голосование, и зарегистрировать нашу организацию уже в Горловке, как и в местную ячейку. Председателем которой является Безлер Игорь Николаевич. Кто за то, чтобы у нас в Горловке была зарегистрирована такая общественная организация? Единогласно. По поводу следующей конференции, дата будет уточнена позже. Сейчас голосуем за то, чтобы эту конференцию следующую назначить, на которой будут выдвигаться кандидаты на выборы. Кто за то, чтобы провести следующую конференцию о регистрации общественной организации в качестве избранника? И по выдвижению депутатов. Единогласно. Добрый день, дорогие товарищи и земляки. Вы знаете, у меня голос дрожит. Почему? Потому что я приехал на свою родину. Защищать ее. Не планировал выступать перед вами. Но должен это сделать. У меня просто такой порыв. Вы знаете, я хотел пару слов сказать про организацию десантников России. Чем конкретно она помогла, что она делает воинам, десантникам, кто состоит в этой организации. На последний момент в организации было 36 погибших человек за время ведения боевых действий. Союз десантников России поставил вопрос перед президентом Владимиром Владимировичем Путином о выплате компенсации семьям погибших. Достаточно суммы, я считаю, насколько возможно, 5 миллионов рублей каждой семье было выплачено. Был вопрос, жилищный вопрос решен. У меня в подразделении был боец с Луганской народной республики, получил тяжелейшее ранение в Луганске у нас. Был переправлен в Москву, была проведена сложнейшая операция в НИИС Клифосовского, сейчас он проходит реабилитацию в клинике. Все это оплачивается из средств Союза десантников России. В общем, делается огромная работа. На данный момент я не вижу другой организации, вы знаете, и в России, и вообще, если взять все бывшие СНГ, люди от чистого сердца, с доброй душой, казалось бы, все такие большие и огромные, но вот так по-доброму все это делали и так беспокоились за это. Ну и я лично не был знаком с сегодняшнего момента, с Безгаром Игорем Николаевичем, да, но очень много слышал о нем, знаете, и нахожусь здесь недавно. Ну, хочется, чтобы мы победили, вот, наступил мир в конце концов, вот, и, ну, такие люди, были во главе, потому что, ну, вот у нас в России, да, у нас те, кто были в погонах, защищали Родину, Отечество, да, они достойно представляют интересы государства, трудящихся, вот, там, где они сейчас работают. Ну, спасибо большое, извините за сунгур. Конференция постановила зарегистрировать общественную организацию в Донецкой Народной Республике. Зарегистрировать общественную организацию в качестве участника избирательной кампании по выборам депутатов Народного Совета. Конференция закончена. Спасибо за присутствие. До свидания. Прежде всего, в чем особенность нашей организации? Что эта организация не на словах, а на деле практически заботится о всех своих членах. Занимается и трудоустройством, и оказанием материальной, финансовой, и во многих случаях моральной помощи просто. Потом, организация ведет очень большую военно-политическую работу в нашей стране. Помогает воспитанию молодежи любви к родине, любви к своему народу, стремление с честью и достоинством защищать наш народ. В том числе в Горловке, Донбассе, там, где только есть наши люди. Вот такое вот отличие этой организации от всех других. Ну, руководство нашей страны прекрасно понимает это дело, что организация стоит на правильном пути. И Владимир Владимирович Путин, он очень-очень даже прислушивается и оказывает большую помощь в смысле в организационных вопросах нашей организации. Я уже об этом говорил, он действительно говорит вот так. Поэтому и у вас нужно, чтобы организация не просто существовала на словах, она чтобы знала своих людей, как они живут, что они делают, и направляла их деятельность на пользу, ну, прямо скажем, на пользу Донбасской Народной Республики. В настоящее время такие наши два предприятия, как Горловск Теплосеть и коммунальное предприятие Уголек ведут подготовки котельных, заполнение наружных сетей теплоносителем, заполнение котельных. По состоянию на понедельник этой недели по предприятию Горловск Теплосеть котельные заполнены на 98%, по коммунальному предприятию Уголек на 80%, идет заполнение сетей наружных, также идет заполнение предприятиями, обслуживающими жилой фонд, заполнение внутряшек. Заполнено на сегодняшний день порядка 50% от всего жилого фонда. Есть трудности у нас это по Кондратьевке, есть по поселку Гагарина, по Никитовке, ну, это связано с тем, что не все там еще спокойно, есть там вопросы технического характера. Еще осложняется этот вопрос тем, что не все жители, как бы, есть дома на сегодняшний день при заполнении внутренних систем, не все жители подготовили свои внутриквартирные системы. Где-то есть еще, ну, аварийные ситуации. Ну, такие предприятия, как Простор, ведет в городе, ну, подготовку, вернее, благоустройство, ну, убираются территории города. Наши предприятия по вывозу мусора, Дон-Экатранс и ДРЦО работают в обычном режиме, они и во время обстрелов занимались вывозом мусора, может быть, не в том количестве, как хотелось бы. Не вся техника выходила, ну, с каждым днем техники на улицах нашего города все больше и больше по вывозу мусора. Заработало наше трамвайно-троллейбусное управление. С прошлой недели начали у нас ходить троллейбусы, хотя это по малому кольцу, от кинотеатра Украина до строителя. Но в настоящее время ведутся работы по восстановлению троллей в районе шахты Кочегарка, это на 16-й линии. И к концу этой недели планируем, что троллейбус уже будет ходить по третьему маршруту до химзавода. Трамвай у нас уже, как бы, работает две недели.